Ну здрасте. Сегодня мы будем говорить об одном из грехов людей. Самым низменным и самым глупым за всю историю человечества. Готов поспорить, что даже после этих слов появятся люди, которые напишут в комментариях, что сценарии к этим выпускам пишет Капитан Очевидность. Ибо в прошлых выпусках таких комментариев было очень и очень много. И я даже спорить с вами не стану, ведь эта передача и посвящена очевидным вещам, однако неспроста. Ведь ничего не меняется, абсолютно. Говорю я об этом или не говорю, понимаете вы это или не понимаете, знали вы это до меня или не знали, ничего абсолютно не меняется. Потому что мы ленивые и безумно самовлюбленные существа, у которых совершенно бредовое понятие свободы. Главное, чтобы мне не мешал, и пускай делает, что хочет. А я же танцую, я же ничего не делаю. А что, потанцевать нельзя? Правда ведь? Это ведь так просто, когда незнакомый тебе человек получает по щам, а ты идешь мимо и думаешь, слава богу не я. В общем, в этом-то и есть наша проблема. Несокрушимая и нерасшатанная. Эгоизм. Великий эгоизм. Однако речь все же не о нем. Отвлекся я. Вернемся к жадности. Из-за этого чудесного порока в нашей жизни столько выдуманных проблем, что с этим даже не сравнится население Китая. Подумайте сами, какого черта растут цены? И за чего? Биржа? Нефть? Или что там еще их регулирует? Экономика? Блядь, а кто это-то выдумал? Бог? Или, быть может, сатана? Э? Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. Отделяем мух от котлет, от тех, кто мне верит, от тех, кто нет. Было бы проще жить, зная, что во всем этом виноват кто-то другой. Однако все наши проблемы – это наша с вами фантазия. Мы их изначально придумываем, а потом пытаемся решить. И, как правило, практически всегда неудачно. И жадность в нашей денежной системе играет главную роль создателя проблем. Почему четыре стены, которые модно называть недвижимостью, стоят так дорого? Почему квартиры вообще должны что-то стоить? По сути, это четыре стены, пол, потолок. А с каких-то таких гор скатываются цены в 4, 5, 10 миллионов за эти стены? Полный потолок. Почему стоимость ЖК-телевизоров 100 тысяч рублей? Хотя их себестоимость от силы 10. Ну да, таможня. Ну, какого черта? Такие цены, такие проценты. Откуда все это? Что вообще происходит? А я вам объясню. Жадность. И только жадность. Природные ресурсы и вообще вся земля – это то, что нам подарили. Этому надо радоваться. Это надо почитать. Но никак не платить за это какому-то непонятному дяде, который точно так же здесь родился, вырос и теперь почему-то собирает с вас какие-то непонятные деньги. Мы же не платим за воздух. От этого он не становится куда менее значимым ресурсом по сравнению, например, с той же самой нефтью. Хотя, если честно, то все к этому идет, что скоро мы будем платить даже за воздух. За воду, например, мы уже начали платить. Воды дать тебе? Не, не надо. Дайте ему воды. Да не надо мне воды, я не хочу. Причем, если воздуха не станет на земле вообще, то через 3-4 минуты, ну, пускай будет 10, абсолютно все погибнут. А без нефти, если вы вдруг не знаете, жить можно. И причем очень даже хорошо. Все это полная хуйня. То, что по телевизору показывают, да, да, это бред. Налоги, кредиты, займы, банки, чиновники. Все, что касается денег, это крайности одной сущности, а именно жадности. И не думайте, что вы бы так не делали, если бы у вас была эта самая власть. Я даже про себя не могу сказать, если бы мне дали эту самую власть, как бы я себя повел. Потому что с возрастом начинаешь замечать значимость бумажек, которые мы меняем на хлеб и воду. Хотя, по сути, эти фантики вообще ничего не стоят. И стоить-то не могут. Так что, ребята, если хотите, чтобы в нашей стране жилось хорошо, кушалось сытно, а люди были здоровы, то начните с себя. Ведь власть и все, кто на нее работают, это не пришельцы. Хотя, если бы были, это бы многое объяснило. Но они просто люди, вышедшие из нашего с вами общества. А это значит, что народ заслужил такую власть. Ну, настоящий милиционер должен обладать добротой. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил. Ну, а на этом все. Не будьте жадными и подписывайтесь на канал. Мне нужно больше. Как можно больше подписчиков. Увидимся очень скоро. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok